всем приветики я хотел бы рассказать вам о том как вы можете испортить себе видео если неправильно выберите fps во время настройки рендеринга получается вот в сани вегасе я отмонтировал видео а дальше чтобы его отрендерить в настройках поставил немножко неправильный fps то есть мне нужно 30 fps было а здесь такой настройки нету ну ее можно прописать вручную но я не стал есть как бы 29 потом 50 решил что в принципе до 30 не хватает 0 0 30 fps и эти вот 0 30 fps роли не сыграет то есть чтобы вы понимали это не хватает 0.0 30 fps и как бы кажется вроде малая роли не сыграет я решил но отрендерю 29 ничего страшного разницы нету на самом деле разница есть получается вот это видео все у меня вот она и там получается есть проблема я когда просмотрел это видео перед перед тем как выложить на youtube все ли там нормально я всегда просматриваю заметил проблему из кусочек с проблемной отдельно отрендерил вот получается вот этот кусочек вот его данные вот они 29 fps открываем и видим что что здесь он дергается картинка вот она раз резко так влево отдергается ты прям так сильно заметно вот а я трендерил еще одно видео но уже в 30 fps вот этот же кусочек только уже 30 fps открываем его не смотрим этот момент проблемный не видим что плавненько такого жесткого дергания нету это говорит о чем потому что эти 0 30 fps играли все-таки свою роль поэтому всегда всегда как бы выбирать fps правильно хотя этот fps 0 30 вернее 30 fps тоже не совсем правильно потому что у меня в исходнике fps получается вот она тот исходник в котором это этот проблемные моменты есть в остальных вроде но тоже есть проблем моменты но здесь вот вот прям он сильно выделяется и здесь у меня fps переменной и вот он скачет от 13 110 до 30 457 и в какой-то момент когда вот видео в видео будет вот эти вот 30 457 кадров они же там где-то есть раз раз это был максимальный fps в тот момент когда если вы отрендерите в 29 fps а у вас видео дойдет до момента где 30 457 вот у вас и не хватит пол кадра и она в этот момент может как раз таки дернуться поэтому я так понял что лучше рендерить с таким fps который будет не меньше чем в исходнике то есть можно поставить 30 . 500 и тогда она будет даже больше чем в исходнике тогда уже точно никаких дерганий не будет вот поэтому всегда следите за тем какой фпс в исходнике их и какой вы ставите в рендеринге потому что такой fps будет на выходе если он будет меньше чем в исходнике то у вас может появиться дергание картинки потому что в тот момент где будет вот такой вот fps большой а у вас маленький у вас просто получается кадр где-то кадра не хватит и будет дергание хотя наверно все зависит от картинка если у вас картинка в тот момент где будет большой кадр будет просто статичная то тогда вы наверное этого не заметите или будет картинка двигаться но не сильно то вы не заметите а если будет активно двигаться то вы прямо заметите как она будет дергаться и прям эти кадры эти пропавшие кадры будут заметны прям сильно вот как здесь она вот прямо так раз и И прям заметно Вот такое дергание Прям видно, что кадра не хватает А здесь вот все нормально Вот прям Видно, что вот оно немножко плавнее Вот оно прям так вот Ну видно, что оно уже поплавнее стало Так что Выбирайте FPS правильно Вот Ну а на этом все Всем пока Спасибо вам